Есть в этом мире такое понятие, как сложные системы. Ну, то есть есть амеба, да, она простая, там, условно-одноклеточная, да, а есть более сложные структуры. Первое и главное отличие сложной структуры – это то, что ей управляют разумные существа. Разумных существ, согласно ислама, в этом мире есть три категории. Да, это ангелы, это джинны, это люди. Но в силу того, что мы все являемся людьми, джиннов не рассматриваем. Ну, то есть мы их рассматриваем как некий, так, чуть ли не природный фактор, да. А все остальные сложные структуры – это, как правило, либо сам человек, сам человек, каждый человек – это сложная структура. Да, у него есть разум, у него есть душа, у него есть тело. И, значит, эта структура существует от рождения до смерти, принимая какие-то решения, осуществляя какие-то действия. Государство – это тоже сложная структура. Какое-то предприятие – это сложная структура и так далее. То есть вы примерно поняли, что такое сложная структура, да. Так вот, у сложных структур есть определенные законы их функционирования. И давайте выведем два критерия, по которым мы должны их идентифицировать. Первое – я ввожу понятие трансформации, да. На чем мы основываемся. Если мы рассматриваем жизнь человека как сложную структуру, то мы видим, что в существовании человека есть три периода. Первый – это от зачатия, от того момента, когда человеческий организм появился в утробе матери, до рождения его на свет. Это первый период. Второй – от рождения до смерти. И третий период – это после смерти, могила, судный день и кому, значит, рай, кому ад. Да. Три периода. На самом деле, каждый из них по внешним признакам кардинально отличается. Ну вот, плод в утробе матери, он кардинально отличается по своему функционированию, по своему существованию от человека здесь, да. То есть, человек здесь сам ходит, сам добывает себе пищу, да, каким-то образом. Там он полностью завязан на пуповину. То есть, в момент рождения происходит некая трансформация. Переход организма из одного состояния в принципиально другой. В момент смерти происходит то же самое. Переход организма в другое состояние, принципиально другое. Внешне кардинально отличающиеся от предыдущей формы. При этом сам организм, сам человек остается одним и тем же. То же самое. То есть, есть некая сущность, да, которая остается, а внешняя оболочка претерпевает трансформацию. Можно это сравнить с насекомыми. Процесс метаморфоза насекомых, ну, условно, вот есть гусеница, которая в один момент претерпевает трансформацию, становится куколкой, потом опять очередная трансформация, она становится бабочкой. Причем очень важный момент. На каждом этапе они кардинальным образом отличаются друг от друга. Каждый этап – это отрицание предыдущего этапа. Гусеница ползает, куколка неподвижна. Гусеница зеленая, что-то там ест, куколка белая, ничего не кушает. И так далее, и так далее. Куколка появилась, гусеница что? Исчезла. Когда появляется бабочка, куколка рвется и выбрасывается. Принципиально внешне другое существо, но это одно и то же существо. Процесс трансформации. Запомнили. То есть любая сложная структура в период своего существования претерпевает как минимум две трансформации. Ну, в каждом конкретном случае там своя форма, своя. Но вот это есть. Берем за базовый постулат. Понятно, что есть некие исключения. Второе. Внутри каждого из этих циклов организм проходит четыре стадии. Детство, молодость, зрелость, старость. От рождения до смерти. От трансформации до трансформации. Нам дан очень конкретный пример в истории. Когда после того, как умер пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и мусульмане лишились прямого божественного руководства, они по факту претерпели трансформацию и родились на этот свет. Проект исламский родился на этот свет. И мы знаем, что первый этап был праведный халифат. И управляли во время этого этапа, во время его существования, четыре праведных халифа. То есть вот можно смело, в общем-то, говорить, что первый этап, это период детства исламского проекта, это правление Абумбакра ради Аллаху. Второй этап, проект молодости, проект бурного роста, проект структурных каких-то преобразований, это период правления Абумбакра ради Аллаху, который менял уже саму структуру халифата. Он создавал правительство, он создавал регулярную армию, он реформировал систему сбора налогов и так далее. Расширялась при нем бурно территория. Дальше, период зрелости, это период Усмана ради Аллаху, который поощрял науке и искусство, который отправлял уже не только отдельных ученых, людей с проповедью, но и уже отправлял их непосредственно. Книги переписаны, сам Куран, и его какие-то комментарии к нему, и так далее, и так далее. Это период зрелости, период такого вот уже, знаете, расцвета, который уже остановился. И дальше мы переходим к периоду старости, это период управления халифа Али, ради Аллаху, который, понимая уже, что все время первого этапа халифатского проекта как такового заканчивается, он показал нам пример, каким образом вести себя в этот период. То есть вот четыре этапа. Детство, молодость, зрелость, старость. Поэтому, уважаемые друзья, для того, чтобы понять, каким образом функционирует любая сложная система, первое, что мы должны сделать, это идентифицировать, на каком этапе и на какой стадии она находится. Для того, чтобы общаться с каким-то человеком, мы должны понимать, ребенок он или старик. И к каждому свой подход. Мы вот в общении с людьми, мы это как-то еще отслеживаем. Но в общении со сложными структурами другого порядка почему-то про это все забывают. Когда нам начинают рассказывать, например, про Российскую Федерацию или про Соединенные Штаты Америки или про корпорацию Кока-Кола или про что угодно, мы ни в коем случае не должны переносить свои домыслы на них. Мы должны сначала понять, а на каком этапе они находятся и могут ли они исполнить то, чего мы от них хотим. Ну, неправильно требовать от старика бегать в стометровку так же, как 20-летний парень. В то же время неправильно требовать от 15-летнего парня такой же рассудительности, как от 50-летнего человека. Понятно, что оно может быть, но в общем, в общем, это неправильно. Надо учитывать, надо идентифицировать любую сложную структуру. Вот это тоже надо запомнить. И это относится непосредственно уже к теории проектов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...